Жилые блоки, игровые комнаты, холлы в Ладвинском детдоме-интернате преобразились. Помещение осмотрели сотрудники прокуратуры и Министерства социальной защиты. Ремонт провели на средства, выделенные по линии Минсоца. Порядка 29 миллионов рублей – это большая сумма для нашего учреждения. Конечно же, мы надеемся на то, что и в последующем будут выделяться, поэтапно выделяться денежные средства для того, чтобы мы улучшали именно социально-бытовые условия проживания для наших особых и детей, и взрослых. Впрочем, сегодняшняя миссия сотрудников Карельской прокуратуры не контролирующая. Они приехали поздравить ребят с Днём защиты детей и подарить музыкальную систему для вечеринок. К пожеланиям присоединилось Министерство соцзащиты. Детская пора – это такая замечательная пора с волшебством, с играми, с друзьями. А наша задача взрослых – помочь вам, поддержать, защитить. Поэтому сотрудников детского дома я тоже поздравляю с этим замечательным праздником. Ребята радуются подарком, не осознавая, какую еще работу ведут взрослые, чтобы обеспечить соблюдение детских прав. В том же Ладвинском интернате прокуратуры республики были обнаружены нарушения пожарной безопасности, к текущему моменту исправленные. Были и другие проблемы. В 2022 году, именно после вмешательства прокуратуры республики, все дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием в школах. Именно по нашими мерами прокурорского реагирования удалось добиться отмены сухих пайков. В СМИ постоянно мелькала информация о некачественном составлении этих пайков, о некачественных продуктах, о недостаточности, о перебоях в их выдаче. Поэтому с этого года сухие пайки для детей с ограниченными возможностями здоровья отменены. По информации сотрудников прокуратуры, только за прошедший год по республике привлечено к ответственности более 200 лиц, выявлено более 2000 нарушений, связанных с правами несовершеннолетних. От незначительных до резонансных. Илья Лопухин, Борис Касьянов, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин